Всем привет, друзья! С вами канал AlexFront, игра на АФК-арена. И в этом выпуске мы проведем мощнейший призыв персонажей. Постараемся докачать до белой рамочки возрожденную Толену. Выбьем как можно больше копий колены от героя-мага Могила Рожденных. И, возможно, даже соберем все 8 копий и прокачаем персонажа на белую рамку, где и получим анимированный аватар. Также есть в планах еще собрать как можно больше копий в Астразале Хазарда. Этим-то мы сейчас и займемся. Что касается получения анимированных аватарок, что для этого нужно? Смотрите, корабль героев. И здесь есть возможность получить анимированный аватар. В данном случае набор роста героя. Называется эта функция. Конечно же, Брутуса мы не получим. То есть там, на мой взгляд, чтобы получить анимашку возрожденного героя, нужно порядочно вдоносить. А вот коленку обязательно соберем на этом аккаунте. 6 копий мы получим сегодня в любом случае. Нужно 8 для того, чтобы получить белую рамочку. И кормовые герои. Ну, возможно, даже кто-то попадется у нас здесь. Вот всякие-то монасты, соньки. Ну, велорисов. Вероятность, конечно, получить небольшая. Итак, что у нас есть в наших сундучках? Сразу же начинаем с открытия наших чудо-сундучков. Накопил я вот такие какие-то маленькие сундучки с алмазами. Давайте-ка их откроем. 4,5 куска. Нормально. Нормально привалило. Сундучки, которые вот такие вот я оставляю на черный день. Вдруг срочно понадобится мне получить какие-нибудь кристаллы. И вот такой формат действительно поможет мне набрать нужную сумму. Есть 150 астрокарт. 100, по сути, 10 будет карт времени. Из них мы и попытаемся призвать возрожденную Толену. Другие всякие свиточки накопил. И это все дело чуть-чуть больше, чем за месяц. Где-то дней за 45, наверное. Вот такой вот давайте мастера арены. Сейчас может как фортанет, да? Нормасик, нормасик. Полторушечку насыпали. Это хорошо, хорошо. Да, не супер. То есть бывает и побольше в одном сундуке. Вот, но полторушку получить тоже из 9 сундуков. Это, на мой взгляд, очень приличный бонус. Так, но нас интересуют в первую очередь, конечно же, фиолетовые камни. Получить можно здесь любого персонажа, кроме возрожденных. Так, ханасто, нормасик. Мне как раз она нужна для того, чтобы пройти одно задание. Да, ачивочку в Туманной долине. Вот так вот. Да, как герой, конечно, она не зашла. Кстати, анаста это учительница, да? Вот наставница. Так назовем не учительница, а наставница Брутуса. Вот, учила его, учила, учила, учила. Потом он все-таки подрался с анастой и стал тем, кем стал возрожденным, очень модным. Вот, супер бойцом. Так, Сонечка. Вот. Что за милая личка? Галички. Да, какая-то такая опасная. Вот у нее раскраска. Вот, макияжем назвать это нельзя. И постоянно какой-то стакан. Что мы здесь видим? Так, по персонажам много кормовых героев упало. Упали даже ребята из дополнительных фракций. И мне это нравится, честно вам скажу. То есть, когда открываешь, да? Тут было 20 всего лишь камней. Не так-то много, как хотелось бы. Но тоже очень-очень хорошо. То есть, мне понравился такой расклад. Получили коленочку одну, смотрите. Крутяк, крутяк. И залратище. Залратище, это круто. Потому что я сейчас как раз его прокачиваю. Давайте-ка. Зайдем только не сюда, а зайдем вот сюда. Так, что у нас там? Да, залратище. Я вот только что-то не понял, как так вышло. Да, странно. Одна копия героя, да? Почему-то она не высветилась. Как первая. На сумку ничего ж не упало. А не на сумку, а на почту. Да, такое ощущение, как будто бы я уже получал, да? Колену, и она не высветилась, как новый персонаж. Ну да ладно. Таверна знати нас интересует сейчас больше всего. Есть 84 тысячи. И часть из них мы потратим именно на Колену. Вот такая вот особенность. Начинаем. Призывчик. Здесь схема рабочая. Нет, то есть каждый третий полный разворот гарантом. Одна копия героя. Минимум. Вот. В нашем случае сразу два персонажа. Отлично. Предлагает получить 300 кристаллов. Говорят, получайте 300 кристаллов. Просто сделайте репост. Так. Еще один дубль. Отлично. Отлично. Так. Все-таки сделали. Не удержался. Ну, 300 кристаллов. Они как-то так светятся. И манят меня, и манят. Все-таки не удержался. Все. Провел репост. Вот. Получил кристаллы. Так. Это уже у нас пятая копия здесь, по-моему, да? Да. Еще одна осталась. Поэтому, ну, такой вот интересный призывчик. То есть, одна копия может обойтись в 9000. Вот конкретно, как вот сейчас, да? Смотрите. Два полных разворота. Это 6000. И еще один разворот. Это 9000 на копию. Очень хороший результат. В целом мы получили. Не так уж много потратили. То есть, в 25000 мы собрали 6 копий. Круто. То есть, вообще прям, ну, очень мощно. Сердечки. Вот. Чем мне нравятся сердечки? Так это тем, как я уже говорил, да? Что можно получить даже возрожденных персонажей. Так. Здесь оставляем. Так. Анаста у нас здесь выбрана. Пока вот такая вот у нас ситуация здесь идет. Вот. Не хватает корма. В этой ветке здесь также можно подкормиться. Было бы, потому что нужно докачать героев. Так. Анаста. Остальные злодеи. Да. Вот. Не хватает чуть-чуть корма и копий. Так. Все. Пока оставляем так, как есть. И призываем. Начинаем призыв. Что-то мне подсказывает, что сейчас будут прям эпики. Эпики из сердец. Бывает же такое, да? Так. Говорят. Получили приз. Сейчас я скорость увеличу. Продолжаем призывчики. Быстро сейчас будем все разворачивать. Ну, здесь, к сожалению, гарантов нет. Так. Айра. Нормас. Корм нам нужен. В целом, сердца они сделаны исключительно для того, чтобы народ зарабатывал корм. Вот. Но и приятные плюшки бывают. Смотрите. Два раза подряд, да? Были фиолетовые персонажи. Шанс получения фиолетового героя здесь два раза ниже, чем для призыва за свитки. Вот. Или за гарант. Но, тем не менее, проскочили. Так. Трешки бывают здесь, за сердечки. Даже прямо вот с одного разворота сразу три фиолетовых героя. Так. Говорят. Очко товарища вам нужно еще раз добыть где-нибудь. И тогда все пойдет отлично. Но нас интересует сейчас могила рожденный дивизион. Поэтому переключаемся на эту фракцию. И сливаем свитки именно сюда. Так. Оден. Красивый, малый, да? Такой сразу раз. Вот. И закачивается энергией. Нормас, нормас. Все, получили мы белую рамочку, друзья. Кстати, давайте сейчас добьем уже, да? Свиточки и сразу займемся этой самой белой рамочкой. Так. Для того, чтобы ее получить, эту самую белую рамочку. Ходшкина, кстати, тоже сейчас, по-моему, прокачаем. Так. Все слоты, говорят, заняты. А у нас и карты-то закончились. Для того, чтобы получить белую рамочку, необходимо не только... Прокачать самих персонажей, да? Вот. Чтобы за белую рамочку выхватить анимированную аватарку. Нужно еще и иметь наличие 10 белорамочных героев на аккаунте. Так, давайте-ка. Сейчас прокачаемся. Так, что там у нас с кормом-то, да? Какая ситуация. Так, 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 так. Уровень не цепляли. Поэтому погнали. Заливаем, да? Заливаем. Прокачку. А, с кормом все нормально. Так, даже запасной есть. Это, конечно, хорошо. Герои так часто выходят, да, в корень? Вот, что не знаешь, какой корм держать. На какую фракцию. Вот, но лишним корм не будет. Итак, получили белую рамочку. Это значит, что у нас уже герой принесет нам много различных ништячков. Вот, в виде форма, в виде различных ресурсов и, конечно же, анимированный аватар. Так вот, для того, чтобы ее получить, необходимо вот здесь в звездном поле активировать в созвездии большой факел, звезду, дальний факел за 10 белорамочных героев. Так, предложечка. И что же у нас тут за ресурсы? Так, отлично. Пыльца. Прям корм. Эссенция. Ну, свитки сброса я их использую крайне редко, но использую. Далее можно, да, получить еще и различные ресурсы. То есть, там и камни есть, и все, что хочешь. Вот, за 5 звездочек. Так. Нормально так прибарахлились, да, эссенции на Кидаре. Наверное, на уровень теперь хватит. Но нас интересует все-таки призыв героев. За обычные свитки. И затем уже перейдем за призыв. За острокарты. За карты времени. Вау! Все-таки получили героя. Да, смотрите, из обычного призыва. Вуаль Сума. Есть такая тема у Эвзиша, да. Повелителя кошмаров. Рекомендую, кстати, иметь на аккаунте хотя бы одну копию этого героя. Вот так как его интересный контроль в начале раунда бывает иногда очень полезен. Так. Теперь на этом аккаунте выпал персонаж. Которого нужно выбивать из храма времени, да, в обычных призывах. Это хорошо. Так, ну если бы, конечно, Брутус выпал, было бы вообще мощно. Так, Сонечку получили. Вот, значит, соберем с нее ресурсы. Вот, с золотой Соньки. Так, здесь такая же тема, с золотой Анасты. Соберем ресурсы. Так, и Мору. Нормасик, нормасик. Так, есть у нас карты. Потратим их, конечно же, на могилу рожденных. Вот, сейчас нужно добить уже эту фракцию. Хотелось бы ее подраскачать. Так. Нормально. Колену получили, все-таки получили. Так, здесь единственное, что у нас... Ну, в принципе, все герои, как были, так и остались. Так что оставляем тогда, наверное, да. И переходим уже в Астрозал. А затем в Храм времени. Здесь будем выбивать исключительно вот такого вот хазарда. То есть он мне нужен для того, чтобы проходить карту кампаний. Вот, очень часто используется в качестве такого основного героя. Так, то есть примерно три копии мы здесь получим. Ну, две точно. Но там может быть даже и больше. Сейчас должна быть копия по Любасу. Есть. Ну, и здесь, да. Здесь как бы полторы копии расчет. Так. Очень дорогая вообще эта фишка. С получением героев дополнительных фракций вот через Астрозал. Прям очень-очень дорого. Вот. Один герой может обойтись в 30 тысяч. Ну, согласитесь, жирно. Слишком жирно, блин. Вот. Шесть разворотов. Это вот как раз те самые 30 тысяч. Так. Что у нас тут получилось по хазарду? Не хочу пропустить момент, когда хазард уже станет слишком крутым. Но тут еще до этого момента, видимо, очень-очень далеко. Да, тут всего-то Лего Плюс. Только начал его выкачивать. Вот жалею, что этого раньше не делал. Вот у героя очень интересные эффекты контроля. Дебафа, поэтому нужно все-таки было его пораньше. Пораньше выкачивать. Так, что у нас получилось? То есть хазарда всего лишь шесть копий. Да, еще долго-долго качать. Ну да, продолжаем. Есть еще 30 карт. 20. О, нормально, получили. То есть в целом хорошо получили вот с тех карт, которые у нас были. Еще копия. Вау. Вот это так прям проперло. Действительно, три раза подряд получили по одной копии. Вот. Далее закидывать будем уже за кристаллы. Так и быть. То есть будем тратить. Потому что, ну что ж поделать-то. 10 разворотов. Это минимум один герой, а может и два. Сейчас получим. Так, одного получили. Так что есть все шансы получить. Еще, еще прям поперло. Поперло, друзья. Смотрите. Вот, снова два раза подряд выпал персонаж. Храм времени, конечно, меня интересует. Сейчас как пойдет же там вообще движуха. Получим героя? Не получим героя? Вот, на белую рамку докачаем все-таки таленку или нет. Хорошо, хорошо собрали хазардов. Вот. То есть я очень доволен, действительно. То, что 50 тысяч кристаллов влупили, но они не прошли вот даром. То есть получили много копий. И это мне понравилось. Так. Отлично. И еще разочек. Отлично. Все, мифик плюс, друзья. Еще три копии. И будет уже белорамочный хазард. Вот это действительно прогресс. Это хорошенечко прокачали героя. Так прокачали. Далее. Идем в храм времени. Здесь все-таки, да, нужно добить таленку. Нужно две копии. Удастся ли получить или нет? Очень-очень. Вот надеюсь, что получится. Но там кто его знает. Так. Сейчас должна быть по идее таленка, да? Или как там? 69. Ага. Вот сейчас. Сейчас это должно быть. То есть получается у нас пять призывов было. Да. Работает здесь гарант. То есть так же, как и в астразале. Каждый шестой полный разворот. О, снова. Снова таленка. Вот так вот. Сразу жестко. Раз и два. Вот это действительно и в дамках. Так и надо. Вот. Круто. Очень круто. Так. Закачаем корм. Кстати, насчет возрожденных героев, друзья. Есть такая особенность. Если вы собрали персонажа на белую рамочку, то остальные копии можно получать уже в астразале. Вот так вот. Все, получили. Круто. Круто. Для чего это нам нужно, да? То есть в астразале, в астразале. Вот где там наши герои. Вот, видите, появился формат. То есть можно теперь уже выбивать этого героя. Конкретно из астразала. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы сэкономить карты времени. Например, сейчас. Для того, чтобы выкачивать гравировочку, да? Нам героя нужно прокачать на одну звездочку. И вот через астразал можно набить этих карт и открыть гравировку для персонажей. Вот такая вот схема. Вот, которые будут пользоваться. Ну, если Брутуса выкачивать будут, то пользоваться, я думаю, будут обязательно. Так. Меняем героя. Теперь уже на Брутуса. Вот, очень крутой злодей. Очень крутой. Но вероятность получения с четырех разворотов, конечно, мала. Так, нет. Тут пусто. Также пусто, да? А, снова пусто. Ну, давай хотя бы копию, блин, подразвернем, а? Давай, часовщик. Не, говорит, сегодня уже все. Уже кина не будет, говорит. Ну, нормально. Все равно, значит, нужно еще два полных разворота. И вероятность получения Брутуса будет крайне высока. Вот, одну копию, одну карту, точнее, я получу уже завтра из магазина. И постараюсь все-таки сделать прокруточку для получения этого героя. Итак, давайте подведем итоги, что же у нас тут есть. Каких персонажей мы докачали, раскачали. Так. Что у нас тут получилось? Звезды накидываем нашим героям. Это тоже полезная тема, то есть... Получение звезд. Пусть там по полтора, по два процента к характеристикам идет добавочка. Ну, по чуть-чуть. Как говорится, курочка по зернышку. Вот. И мешочек уходит. Так и здесь. Вот это, да, моща. Танковый танк прям. Настолько толстый, настолько вот интересный герой. Вот, Скрэк. Тянется с самого начала игры. И, в принципе, актуален. Да, нет у него каких-то супер уронов там. Но герой очень толстый. Сдвинуть с места его нельзя. Там всякие притяжения, отталкивания на него не действуют. То есть, тоже интересные эффекты. Так, 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 так. Кого бы здесь еще куда прокачать? Нужно вот прокачать... Эту тетеньку, да, качнем? Обязательно. Есть для получения. Награды. Так, здесь мы прокачать кого? Ну, тут корма у нас не так уж и много, чтобы кого-то прокачать. Поэтому пока оставим. Вдруг новый персонаж какой-то будет появляться. Здесь такая же схема. Также корма не сильно у нас в избытке. Поэтому пока все оставляем. Так, 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 так. Ну, а нас-то ладно, так и быть. Качнем. Качнем для получения... Призов за нее. Здесь у нас все очень-очень печально. И Хеллуса, в принципе, тоже нужно выкачивать. Хотя бы потихонечку начинать. Но здесь, да, здесь слишком много героев, которых нужно было бы докачать. Вот. Ну и Хеллус, конечно, тоже нужен. Тут как бы и Мигиру хотелось бы качнуть. И Хеллус уже поджимает. Да, вот такая вот история у нас получилась под персонажем. Сколько мы, кстати, заработали на эссенции? Давайте-ка проверим. Так, нормально. Нормально получили. Сразу на 4 уровня, да? По дереву. Да, прирост, конечно, небольшой. По чуть-чуть совсем, как бы. То есть, иметь бы 118 уровень на 2-й, 3-й главе, да, в игре. Тогда, да, тогда был бы вообще прям эффект. Вот сейчас от самого дерева. Ну, вообще ни о чем. Ну, давали бы хотя бы динамические какие-то параметры. Там, по 10-й процента, что ли, хотя бы там от ХП, от уронов. Так, предложечку давайте еще раз посетим. И соберем ништячки. Так, 1 месяц, а здесь нам нужно 16 дней. То есть, полмесяца осталось. Так, и по традиции, конечно же, меняем аватарку. Так, зашевелились, да? Вот они, наши друзья. Так, 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 так. Кстати, аватарки есть также у скинчиков. То есть, если мы получаем какой-то скинчик, то автоматически получаем и новую аватарку. Так, вот так вот подтвердить. А теперь еще и рамочку давайте-ка подберем для этого героя. Ну да, с рамками у меня не очень. Ну, как-то не то, да? Ну, слишком мрачно. Я вообще эту рамку не люблю. Ну, вот это, кстати, сочетаемость хорошая. Зеленый с оранжевым. Да, наверное, вот так вот оставим. Отлично. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы? Пишите их в комментариях. И в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном коменте. И в описании к этому видео. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.